ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня многие ученые считают, что это событие не единичный случай. И то, что уничтожило динозавров, может произойти снова. И мы можем оказаться следующими. Будет ли еще одно столкновение? Конечно, это случится снова. Земля, по сути, является большой мишенью. Что представляют собой эти таинственные гости? Откуда они появляются? И если один из них снова будет угрожать Земле, успеем ли мы его остановить? Мы думаем о кометах, как о небесных явлениях, которые больше других радуют глаз. Большинство из них не опасны и движутся по орбите вокруг Солнца, не причиняя вреда. Но некоторые неизбежно столкнутся с другим небесным телом, таким, как Земля. При скорости 40 тысяч километров в час даже небольшой космический налетчик может нанести сокрушительный удар, как это случилось в пустыне на севере Аризоны 50 тысяч лет назад. В начале небо на севере озарилось ярким светом. Через мгновение все закончилось. Огромный камень около 20 метров в диаметре оставил кратер шириной в полтора километра и глубиной в 230 метров. В космических масштабах это было относительно небольшое столкновение. Если бы тот же камень упал сегодня всего на 55 километров западнее, он бы уничтожил город Флагстав, Аризона, вместе с населением в 56 тысяч человек. Более крупное столкновение с объектом диаметром 2 километра и более могло бы вызвать разрушение глобального масштаба. Удар кометы убьет столько людей и вызовет такие долговременные изменения в окружающей среде, что это может стать абсолютной катастрофой для всего человечества. Сейчас ученые считают, что 65 миллионов лет назад один удар из космоса уничтожил динозавров. Комета или астероид шириной около 10 километров врезался в полуостров Юкатан в Мексике. При ударе менее чем за секунду образовался кратер шириной почти 200 километров и глубиной 30 километров. Произошел взрыв, мощность которого превосходила мощность всего ядерного оружия мира вместе взятого. Из-за ударной волны по всему миру произошли землетрясения, а по океанам прокатились цунами. Гигантское облако Земли взлетело на несколько километров в небо. Оно покрыло земной шар и на многие годы заслонило Солнце. Динозавры постепенно вымерли. Но не только они. Более половины биологических видов на Земле также были уничтожены. В нашей Солнечной системе есть два вида космических снарядов, способных вызвать разрушение планетарного масштаба. Астероиды и кометы. В сущности, астероиды — это крошечные планеты. Плотные глыбы камня и металла, оставшиеся после образования нашей Солнечной системы 4 миллиарда 600 тысяч лет назад. Большинство из них сосредоточены между Марсом и Юпитером, на орбите, которую называют поясом астероидов. Кометы, напротив, намного более таинственны. Хотя они также возникли при рождении Солнечной системы, они состоят из камня и льда. Многие, как комета Галлея, движутся по орбите вокруг Солнца по предсказуемой траектории и предсказуемому графику. Но есть бесчисленное множество других комет, о которых мы ничего не знаем. Они прилетают из космоса с невероятной скоростью до 30 тысяч километров в час. Ученым, которые всматриваются в космос, они видны, как куски угля на черном холсте, невидимые до тех пор, пока не окажутся совсем рядом. Только рядом с Солнцем кометы проще обнаружить. Когда Солнце нагревает их, эти ледяные тела выбрасывают газ и пыль. Когда свет падает на их осколки, они ярко вспыхивают и становятся видны за миллионы километров. Но если к этому времени одна из них направляется к нам, ее уже не остановить. На сегодняшний день идентифицировано более тысячи комет. Каждый год мы обнаруживаем, как около ста комет, которые мы никогда не видели раньше, влетают во внутреннюю Солнечную систему. С появлением каждой новой кометы возрастает вероятность того, что одна из них в конце концов попадет в Землю. Земля находится в космическом тире. В нас попадают куски кометы астероидов всех размеров. И большие кометы, безусловно, представляют реальную угрозу. Столкновение кометы с Землей — это всего лишь вопрос времени. Гигантские выбоины по всей нашей планете свидетельствуют о предыдущих атаках. И эти столкновения, возможно, происходят чаще, чем нам хотелось бы думать. В последний раз это случилось чуть больше века назад. В 1908 году мощный взрыв прогремел над Тунгусской, в Сибири, отдаленном российском регионе. Очевидцы рассказывали о падающей звезде с огненным хвостом. Небо раскололось до Земли, и оттуда пролился огонь ярче, чем Солнце. Был ли это астероид или комета? Но этот объект столкнулся с плотной атмосферой Земли на такой высокой скорости, что из-за трения взорвался в воздухе. Он разрушился в 8 километрах над поверхностью Земли. При этом произошел взрыв огромной силы. Он осветил атмосферу на многие дни. В Европе даже можно было читать ночью. Тунгусский взрыв, как мы называем его сейчас, был больше и мощнее, чем извержение вулкана Святой Елены. Он не оставил заметного кратера. Но он повалил миллионы деревьев на площади в сотни квадратных километров, что превышает площадь Вашингтона, округ Колумбия. Если бы это произошло над крупным городом, то взрыв уничтожил бы население на тысячах квадратных километров вокруг места падения. Для астрономов Тунгусска была почти промахом относительно небольшим ударом. Как выглядело бы действительно катастрофическое столкновение? В 1994 году ученые увидели наглядную демонстрацию, когда комета врезалась в Юпитер. Астрономы впервые заметили комету Шумейкера-Леви-9 за год с небольшим до этого. На пути из внешней Солнечной системы к Солнцу она прошла близко к Юпитеру. Слишком близко. Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе, которая обладает огромной силой притяжения. Когда комета пролетала мимо, гигантская планета притянула ее к себе. Затем комета стала разрушаться. Более легкие куски, меньше трех километров в диаметре, не имели ни одного шанса побороть гигантское притяжение Юпитера. 16 июля 1994 года они начали падать на поверхность на скоростях более 150 тысяч километров в час. Если и были какие-либо сомнения в том, что кометы способны сталкиваться с планетами, этот случай полностью их развеял. Мы видели, как целая цепочка комет в Солнечной системе одна за другой врезаются в планету. Взрывы имели огромную мощность. Каждый удар поднимал столбы пыли и обломков на тысячи километров в атмосферу Юпитера и оставил страшные раны на поверхности газового гиганта. Некоторые из них больше, чем Земля. Так называемый фрагмент G при падении высвободил 6 миллионов мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Это примерно равно взрывам, сравнимым с Хиросимой, происходящим каждую секунду в течение 13 лет. Что произошло бы с Землей в случае удара даже во много раз меньшей мощности? Столкновение с крупной кометой имело бы сокрушительные последствия. Представьте себе следующую ситуацию. Ученые обнаружили комету шириной 8 километров, которая летит по траектории столкновения с Землей. Слишком поздно, чтобы остановить ее. Первое, что вы заметите, это то, что загорается небо и дрожит Земля. Яркие метеоры оставляют на небе полосы. Это обломки гигантской кометы, которые врезаются в атмосферу Земли. Начинаются лесные пожары, вызванные сверхнагретым воздухом. Когда комета врезается, взрыв выбрасывает вверх миллионы тонн расплавленного камня и Земли. Парящие в воздухе обломки накрывают планету и заслоняют Солнце. Дни превращаются в вечную ночь с температурами ниже нуля и круглогодичной зимой. Проходит больше года, прежде чем пыль осядет, и Солнце сможет пробиться сквозь облака. Когда это произойдет, Земля станет нагреваться, нагреваться очень быстро. Повышенный уровень газов, выделенных при пожарах, превращает планету в душный парник. Миллионы биологических видов, которые пережили холод до этого, сейчас не могут вынести жару. Они погибают. Проходят тысячи лет, прежде чем жизнь на Земле оправится от катастрофы. Насколько высоки шансы на то, что комета врежется в Землю? Будет ли это еще одно столкновение? Конечно, это случится снова. Земля, по сути, является большой мишенью. Вероятность крупного столкновения при нашей жизни может быть незначительной. Возможно, примерно один шанс из ста тысяч. Но астрономы по всему миру прилагают большие усилия, чтобы понять этих чужестранцев среди нас. Они пытаются узнать, что такое кометы и откуда они. Жизнь всего человечества, возможно, зависит от того, сумеем ли мы остановить одну из них до того, как произойдет столкновение. В 17 веке астрономы заметили, что некоторые кометы вращаются вокруг Солнца с постоянной частотой, как планеты. Один из них даже предсказал возвращение кометы, которая сейчас носит его имя — Галерея. Но никто не знал, из чего они состоят и откуда они появляются. Вплоть до 50-х годов 20 века астрономы могли только гадать об их истинной природе. Фред Уиппл, отец кометной астрономии, представлял кометы как летающие глыбы замерзших газов, льда, пыли и грязи. Он называл их грязными снежками. Он предположил, что при приближении к Солнцу кометы сбрасывают пыль и газ, когда их лед испаряется. В результате образуется характерный для них хвост. Только в 80-е годы 20 века астрономы смогли проверить теории Уиппла, приблизившись к этим мчащимся шарам изо льда. То, что они обнаружили, удивило их. В 1985 году в рамках международной программы исследования Солнца-Земля они запустили оснащенный датчиками космический аппарат, который пролетел сквозь хвост кометы. В 1986 году Европейское космическое агентство запустило аппарат Джотто для исследования ядра кометы Галлея. Ученые опасались, что улетающие из кометы частицы уничтожат Джотто. Этого не произошло. Аппарат не только выдержал бомбардировку, он отправил на Землю удивительные фотографии, покрытые кратерами поверхности, похожей на губку, изнутри которой вырывались струи газа. Внезапно ученые стали сомневаться, насколько твердыми на самом деле являются кометы. В 2000 году они получили дополнительные факты. При приближении к Солнцу комета Линеара внезапно взорвалась. Взрыв был зафиксирован наземными и космическими телескопами, что позволило ученым впервые проанализировать химический состав ядра. Эта информация вместе с данными предыдущих облетов подтвердила подозрения астрономов. Кометы не обладают твердостью льда. Они, на удивление, рыхлые, пористые и хрупкие. Хелл Уивер из университета Джона Хопкинса имитирует неожиданный состав кометы. Итак, сейчас мы изготовим один из самых примитивных объектов в Солнечной системе, ядро кометы. Эти ватные шарики едва держатся вместе. Один из них только что отвалился. И когда кометы пролетают через внутреннюю Солнечную систему, они нагреваются. И иногда эти ватные шарики просто отлетают и распадаются. Кометы в основном состоят из нескольких частей воды, грунта, аммиака и углерода. В нашем эксперименте это патока. Они насквозь пропитаны застывшим газом. Нам он известен как сухой лед. При приближении кометы к Солнцу лед испаряется, высвобождая газ и пыль, которые формируют характерный хвост. Вы видите, как лед тает, переходя напрямую из твердого состояния в газообразное. Точно то же самое происходит, когда комета пролетает вокруг Солнца. Это не похоже на ваше представление о комете. Не так ли? Но это единый монолитный объект. Вы видите на его поверхности активные области, где выходят пузыри. На многих кометах активность происходит только на отдельных участках, когда они пролетают через внутреннюю Солнечную систему и нагреваются. Иногда от них просто отваливаются куски, а иногда комета полностью разрушается. Знание о хрупкости комет может показаться обнадеживающим. Как они могут нанести большой ущерб? Но поскольку они мчатся через космическое пространство на скорости более 11 километров в секунду, даже маленькие кометы могут вызвать катастрофу. Дональд Йоменс изучает кометы в лаборатории реактивного движения НАСА. Да, они хрупкие. Их может быть даже можно разломить руками, но они огромные. Они 60 километров в диаметре, поэтому на самом деле то, что они хрупкие, не имеет никакого значения. Они настолько большие, что обладают большой массой. А при столкновении важны именно масса и скорость. Мы не сможем остановить летящую к Земле комету, если не можем ее увидеть. Но в этом заключается еще одна загадка, над которой бьются ученые. Откуда происходят эти космические странники? Астрономы давно наблюдали, как кометы вылетают из глубины космоса. Чтобы точно узнать, где они были, им нужно получить в свои руки настоящую кометную пыль, которая несет информацию о рождении кометы и ее путешествиях. Три, зажигание, два, пуск основного двигателя, ноль, старт корабля, Стардаст. В феврале 1999 года космический аппарат НАСА Стардаст отправился навстречу далекой комете под названием Комета Вильда-2. Дерзкая цель полета собрать пыль с кометы Вильда-2 и доставить ее на Землю. При помощи огромной, наполненной гелем чашки Петри диаметром около 30 сантиметров, аппарат собрал более тысячи образцов, пролетев мимо кометы на скорости более 20 тысяч километров в час. Полет прошел чрезвычайно успешно. В январе 2006 года, через 7 лет после запуска, капсула с грузом Стардаста вернулась на Землю. Ее содержимое было настоящим кладом для ученых. Мы считали, что все кометы образованы из материи достаточно далекой от Солнца, но в этой комете мы находим частицы, которые образовались совсем рядом с нашим Солнцем. Комета образовалась рядом с Землей при формировании нашей Солнечной системы, а затем попала на орбиту, по которой отправилась очень далеко, согласно новым удивительным данным Стардаста, намного дальше, чем считали ученые. Там не только вещество из нашей Солнечной системы периода ее формирования, но и включение вещества с далеких звезд, а также веществ, возникших далеко от нее и захваченных по пути. Это настоящая смесь из всего, что есть в нашей галактике. История происхождения кометы начинается 4 миллиарда 600 тысяч лет назад. Наша Солнечная система рождается в муках. В центре газопылевое облако начинает сжиматься в огромный диск. Мощное притяжение диска втягивает внутрь огромное количество материи. Давление и температура растут до тех пор, пока огромный плотный шар не загорается. Газы и материя внутри него взрываются, начиная ядерный синтез. Рождается звезда, наше Солнце. По орбите вокруг новорожденного Солнца летает облако обломков. Фрагменты сталкиваются друг с другом и собираются в небесные полевые шары. В течение миллионов лет эти огромные глыбы, вращающиеся вокруг Солнца, увеличиваются в размере, пока не образуют систему планет, включая нашу Землю. Но некоторые полевые шары будущей кометы не объединяются и не образуют планеты. Более миллиарда из них медленно перемещаются на орбиту между Нептуном и Плутоном, в область, которую называют поясом Кайпера. Триллионы других вытолкнуты на полпути к следующей звезде, в туманную область, которую называют облако Оорта. Они выброшены наружу гравитационным полем больших планет, таких как Юпитер, и вращаются по эллиптическим орбитам, которые сильно отличаются. Есть пояс Кайпера, где находятся кометы. Там они в основном сосредоточены в одной плоскости. Но в облаке Оорта, которое находится в тысячи раз дальше, они действительно расположены в форме облака. Поэтому там есть тела, которые вращаются по такой орбите, по такой орбите и по такой орбите. Они прилетают с самых дальних окраин Солнечной системы. Удивительно, но астрономы не могли подтвердить существование пояса Кайпера до 1992 года, хотя он является частью Солнечной системы. Сегодня они считают, что пояс Кайпера это внешняя область комет с наиболее стабильными орбитами, тех, которые появляются во внутренней Солнечной системе один раз в интервале от трех до двухсот лет. Самая известная из них комета Галлея возвращается каждые 76 лет. Однако именно вторая область облака Оорта за два световых года от нас больше беспокоит ученых. Ученые считают, что время от времени из-за каких-либо нарушений, например, изменения гравитационного поля звезды, комета выталкивается из этого облака. Затем она может попасть в поле притяжения нашего Солнца и отправиться в путешествие к внутренней Солнечной системе, которая займет тысячи лет. Ученые не знают, как можно предсказать появление этих комет. И они могут прилететь с любого направления. Возможно, одна из них уже движется по траектории столкновений с Землей. Для этих хрупких ледяных изгнанников каждое путешествие внутрь Солнечной системы представляет огромную опасность. Некоторые теряют свой ледяной груз и превращаются в спящие кометы, когда Солнце сжигает их газы. Некоторые распадаются на части, когда скрепляющий их лед тает от солнечного тепла. Эти фрагменты могут и дальше вращаться вокруг Солнца. Они видны нам, как метеорный дождь или падающие звезды. Некоторые кометы окажутся на орбите Юпитера, куда их притянет его огромное гравитационное поле. Гигантская планета затем, как из рогатки, выбрасывает захватчиков из Солнечной системы. Но некоторые на полной скорости врезаются в другие небесные тела. В 1997 году мир узнает, что комета незаметно проникла в Солнечную систему. Два астронома-любителя обнаруживают неизвестного незваного гостя около Юпитера. Он ярче, чем все, что они видели до этого. Комета Хейла-Боппа, названная в честь ее первооткрывателей, была гостем из облака Оорта и направлялась к Солнцу впервые почти за 5000 лет. Кометы, которые мы видим чаще всего, немногим отличаются от астероидов. Их газ и свободная пыль сгорели во время их частых облетов вокруг Солнца. Но на таких кометах, как комета Хейла-Боппа, только что из глубокой заморозки в облаке Оорта, есть много льда и пыли, которые они выбрасывают. На них есть водяной лед, лед из углекислого газа, сухой лед, лед из окися углерода. Все эти виды льда намного более летучие, чем вода. Поэтому когда они попадают во внутреннюю Солнечную систему, они как будто сходят с ума. К счастью, мы могли без опасений любоваться сиянием кометы Хейла-Боппа на Солнце. Она беспрепятственно пролетела в 200 миллионах километров от Земли. Это немного дальше, чем до нашего Солнца. Но что, если бы она находилась на траектории столкновения с нашей планетой? В 1992 году правительство США начало реализацию обширной программы по изучению угрозы, которую представляют для Земли кометы и астероиды. Она получила название «Космический дозор». Сегодня в этой кропотливой работе участвуют ученые по всему миру. Они направляют свои телескопы на один участок неба и периодически фотографируют его. Затем они выстраивают изображение по порядку и смотрят, перемещается ли что-нибудь от кадра к кадру. Сейчас мы ищем крупные астероиды и кометы примерно полтора километра в диаметре. Но позже мы будем обращать внимание и на более мелкие. Ученые считают, что в Солнечной системе находится около 1100 комет и астероидов с диаметром в один километр. На настоящий момент исследователи обнаружили порядка 700 из них. И это только гиганты, которые могут привести к апокалиптическим разрушениям. Возможно, мы никогда не будем способны обнаружить все угрозы. Возможно, существуют миллионы комет и астероидов размером порядка 100 метров. Это длина футбольного поля. Это более чем в три раза превышает размер камня, который упал в Аризоне 50 тысяч лет тому назад. Тем не менее, телескопы это первый рубеж обороны от угрозы, которая может вызвать крупнейшую катастрофу на нашей планете. Если вы не смотрите, вы не узнаете, что что-то приближается. Вас застигнут врасплох так же, как динозавров. Если же вы ведете поиск, то можно надеяться получить предупреждение, но здесь нет промежуточного варианта. Либо вы получаете предупреждение за годы или десятки лет, либо вы будете совершенно застигнуты врасплох. Середины не существует. Есть три важные вещи. Их нужно обнаружить своевременно, своевременно и еще раз своевременно. Предположим, что нам удастся обнаружить комету, направляющуюся к Земле. Что мы сможем сделать тогда? Ученые еще только начали одна из распространенных идей ударить по ней ракетой, чтобы замедлить ее скорость или сбить с курса. Но это сложнее, чем кажется. Если бы кометы были твердыми ледяными шарами, как думали вначале, то мощный удар ракеты мог бы это сделать. Но некоторые кометы возможно пористые. Они могут проглотить все, что мы в них запустим, как губка. В 2005 году ученые были готовы проверить свои теории о том, как поведет себя комета при ударе. Они собирались протаранить ее ракетой. Они назвали программу Deep Impact. Они собираются проверить, что случится, когда космический аппарат врежется в комету на скорости 37 тысяч километров в час. основная цель Deep Impact заглянуть внутрь кометы. Внутреннее вещество оставалось относительно неизменным с момента образования Солнечной системы и могло бы дать информацию о ее происхождении. Но астрономы также надеются больше узнать о том, как остановить комету, которая летит на нас. Программа Deep Impact началась здесь, в лаборатории вертикальных пушек НАСА в Маунтин-Вью, Калифорния. Задачей доктора Пита Шульца и его команды было понять, что произойдет с кометой при попадании. Это устройство позволяет нам выстрелить небольшой сферой размером примерно 6 миллиметров на скорости, которая может в 6-7 раз превышать скорость пули винтовки. Весь этот механизм поворачивается так, что пушка оказывается на высоте примерно в 3 этажа. Это позволяет направлять снаряд через различные отверстия в камере так, что мы можем ударить плоскую поверхность под разными углами. Ученые считают, что кометы отличаются по составу, поэтому Шульц и его команда строят несколько разных моделей, затем стреляют в каждую из своей ультраскоростной пушки. Первый сценарий, что произойдет, если мы ударим во что-то похожее на лунную пыль. Второе, что произойдет, если мы ударим в рыхлую массу. И третий, это что произойдет, если мы ударим в рыхлую массу, покрытую слоем органических веществ. Проследив за образованием кратера, мы увидим, что в самом конце, когда оно закончено, кратер все еще там, но в двух других случаях, когда мы используем рыхлую массу, кратера не видно, он полностью скрыт. Рыхлая масса полностью поглотила снаряд. Этот результат разочарования для ученых, которые рассчитывают заглянуть внутрь комеды. Была еще одна возможность, которую Шульц должен был принять во внимание. Что если вся комета состоит из чрезвычайно хрупкой и пористой массы? Он искал вещество, которое подойдет для моделирования этой ситуации. Комета может оказаться чем-то вроде шара из пуха. У нее может быть очень низкая плотность. Как мы можем смоделировать это? Наверное, лучше всего подойдет сложное органическое соединение. Но какое? Сахарная вата? Что мы попробуем сделать, так это изготовим искусственную воображаемую комету и посмотрим, что произойдет, когда мы выстрелим в нее. Итак, что мы получим в конце? Возьмем это волокнистое вещество с очень низкой плотностью. Хорошо выглядит. Да. Так, а сейчас мы повесим его в вакуумной камере, ударим на очень большой скорости и узнаем, разлетится ли оно на части или снаряд пролетит сквозь него. Хорошо, мы готовы. У нас есть комета из сахарной ваты. Давайте погасим свет и уйдем отсюда. Снаряд пролетает сквозь комету, но сила удара разбивает ее. Это здорово! Невероятно! Снаряд все-таки пробил ее. О, господи. я должен это видеть. Боже мой! Кометы больше нет, это точно. Какой беспорядок! Но это плохие новости. Разбитая в дребезги комета может быть даже опаснее, чем целая. Ее куски, как правило, остаются на той же траектории, и один снаряд превращается во множество. В 2005 году, когда группа закончила испытание НАСА, готова сделать решительный шаг. Они попытаются протаранить комету 370-килограммовым зондом, чтобы узнать, что находится внутри. Главный исследователь Deep Impact доктор Майкл Ахерн из Мэрилендского университета. Вот модель обоих космических аппаратов Deep Impact. Многие думают, что был только один аппарат, но на самом деле их было два. На аппарате для пролета сквозь комету на платформе с одной стороны установлены все приборы. Если его повернуть, то здесь находятся солнечные батареи, которые обеспечивают электропитание. Вот зонд. Это геологический молоток весом в треть тонны, которым бьют по объекту, чтобы узнать, как он себя поведет при ударе. 12 января 2005 года. Через шесть лет исследований и подготовки Deep Impact готов к взлету. Три, два, один. Зажигание и старт ракеты Delta II с аппаратом Deep Impact. корабль направляется к комете шириной шесть километров, которая называется Темпеля-1. Она была открыта в 1867 году и хорошо известна астрономам. Она обращается вокруг Солнца за пять с половиной лет и утратила большую часть своего газа и льда. Многие скажут, что кометы следует сохранить для последующих поколений, но нам показалось, что разрушительный эксперимент с кометой типичный для целого класса был правильным выбором с точки зрения науки. Всего за пять месяцев Deep Impact достигает орбиты кометы Темпеля-1. 4 июля 2005 года он направляет своей камеры на комету, которая находится за 860 тысяч километров от Земли. Затем он запускает зонд. Если все пройдет хорошо, он пробьет в комете Темпеля-1 отверстие диаметром около 200 метров и глубиною равной восьмиэтажному зданию, размером примерно с Римский Колизей. Но он может разрушить комету, разбив ее на куски. Я был обеспокоен тем, что мы недостаточно знали о комете и что зонд мог ударить ее и проделать отверстие диаметром всего 1 метр и глубиной 30 метров. В этом случае нам трудно было бы определить, попали мы в комету или нет. На Земле сотни ученых затаили дыхание. Мы потеряли связь, и нам пришлось просто стоять и ждать, поэтому все пытались занять себя и не нервничать. Но как раз вовремя связь восстановлена. Энергия удара прошла внутрь, отразилась и выбросила из-под поверхности все это вещество, которое в космосе попало под солнечные лучи. Таким образом, это отраженный солнечный свет от частиц, извлеченных из внутренней части кометы Темпеля-1. Комета шириной 6 километров и космический аппарат НАСА весом 370 килограммов столкнулись на скорости 37 тысяч километров в час. Мощность взрыва составила почти 5 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате зонд полностью превратился в пар и вверх поднялось гораздо больше пыли, чем кто-либо предполагал. Одна из причин большого количества пыли это то, что частицы были намного меньше, чем мы ожидали. Это очень рыхлое тело. Количество пыли дает ключ к разгадке состава кометы. Комета Темпеля-1, по крайней мере на поверхности, содержит намного меньше льда, чем ожидали ученые. было исключено, чтобы там находились большие куски льда или камня. И это действительно помогло нам понять, как образуются кометы и как они распадаются. Мы впервые получили такие данные. В этом смысле это революционный результат. Анализ пыли показал наличие молекулы с содержанием углерода, органического вещества. Поэтому можно предположить, что кометы принесли это вещество на Землю на раннем этапе ее истории. Планируется повторный полет, чтобы взглянуть на комету еще раз. К 2010 году НАСА перенаправит аппарат Стардаст к комете Темпеля-1, чтобы найти созданный нами кратер и узнать, что произошло с поверхностью и остальными частями кометы, когда мы ее протаранили. При помощи Deep Impact ученые рассчитывали узнать еще кое-что. Информацию, которая может предотвратить столкновение кометы с Землей. Некоторые считали, что Deep Impact сможет немного изменить орбиту кометы Темпеля-1. Но она продолжила полет по точно такой же траектории, как и до этого. Второй целью полета Deep Impact было предложить план по предотвращению столкновения в случае необходимости. Смогли ли мы найти способ, который позволит сдвинуть комету с орбиты, пересекающейся с Землей? Мы узнали недостаточно. Несмотря на неубедительные результаты, многие все еще считают Deep Impact лучшим способом остановить опасную комету. Необходимо будет отправить космический аппарат большего размера и ударить по комете намного сильнее. давайте представим, что это ядро кометы. Один из способов затормозить его и сделать так, чтобы через 20 или 30 лет оно пролетело мимо Земли, это просто врезаться в него. А если это не сработает, сделать это снова, если опять не сработает, сделать это еще раз. Но некоторые считают, что нам нужен более радикальный подход. По одному плану необходимо взорвать рядом с кометой ядерную боеголовку, чтобы изменить ее траекторию противоречивое предложение, поскольку мы не знаем последствий выброса радиации в космосе. Другие предлагали прорубить ядро и взорвать заряд внутри него. Но, как мы видели, при этом есть риск превратить один смертельный снаряд в несколько. Куски могут продолжить полет по той же орбите и, подобно выстрелу из дробовика, вызвать разрушение на большей площади. Есть менее разрушительные, но не менее интригующие методы. Например, предлагают установить лазеры на Луне, там, где земная атмосфера не будет отклонять их лучи. Лазеры смогут пробурить комету и растопить ее ледяной клей. Мы даже можем прикрепить к комете космический аппарат и отбуксировать ее. Какое бы мы ни выбрали решение, все идеи еще находятся на стадии разработки. Если комета направляется к Земле, возможно, мы не сможем ничего сделать. Даже если завтра мы сможем сказать, что к нам что-то движется, в данный момент у нас может не оказаться средств, чтобы защитить себя. Однажды мы можем посмотреть на небо и увидеть там комету, на которой написан наш адрес, которая летит к нам. 23 марта 1989 года астероид шириной 800 метров скоро пересечет орбиту Земли. Он прилетает всего через 6 часов после того, как эту точку прошла голубая планета. Это можно сравнить с двумя самолетами, которые разминулись всего на несколько секунд. Человечество в целом должно их бояться, потому что они действительно могут столкнуться с Землей. Но хотя кометы могут быть эмиссарами смерти, мы узнаем, что, как ни удивительно, они также могут нести возрождение. В хаосе формирующейся Солнечной системы на первобытную Землю обрушивались миллионы, если не триллионы комет и астероидов. Огромное количество ударов растопило материю, отодвинуло кору планеты и вызвало огненные бури, которые охватили земной шар. Сегодня, если бы не длительная эрозия под воздействием ветра, воды и тепла, поверхность Земли во многом походила бы на поверхность Луны или Марса. Но, как сейчас узнают ученые, та бомбардировка также дала неожиданные результаты. Эти ледяные кометы возможно принесли воду, которая сейчас наполняет океаны Земли. Они также могли доставить сюда органические соединения. Из сочетания воды и органических веществ постепенно развивалась жизнь. Возможно, кометы все еще помогают существованию живых организмов на Земле. галактические снежки постоянно ударяются о земную атмосферу миллионы раз в год. Многие ученые считают, что эти ледяные шары, некоторые из них размером с дом, расщепляются при входе в атмосферу. Но они оставляют после себя легкие облака водяного пара, помогая жизни на поверхности. Доктор Майкл Рампина из Университета Нью-Йорка идет в своих теориях еще дальше. Он считает, что Земля подвергается нападению из космоса подобному тому, которое помогло ей сформироваться каждые 30 миллионов лет. Каждый обстрел возвещает о новом цикле смерти и новой жизни. Это называется гипотезой Шивы по имени индуистского бога разрушения и созидания. Таким образом, есть период, в который значительно сокращается количество форм жизни. За ним следует бурное развитие жизни, потому что все, кто выжил, заполняют ниши в среде обитания, которые стали свободными в результате вымирания занимавших их до этого организмов. Согласно гипотезе Шивы, новый цикл начнется примерно через 25 миллионов лет, когда еще один залп с неба приведет к глобальной катастрофе и массовому вымиранию. Это противоречивая теория. Многие ученые не видят убедительных доказательств периодических, не говоря уже о предсказуемых бомбардировках. И никто не смог объяснить, почему должны происходить эти периодические столкновения. Высказывались предположения, что эти столкновения происходят периодически примерно каждые 30 миллионов лет. Доказательства слабые. Я думаю, что судьи еще не вынесли решение по так называемой гипотезе Шивы. Ясно одно. Нам еще многое предстоит узнать о кометах. Один эксперимент, который должен дать новую информацию об их жизнетворных качествах, уже идет полным ходом. Миссия Розетта, задуманная в Европейском космическом агентстве, впервые осуществит посадку космического аппарата на комету. Мы хотим узнать, что на самом деле находится внутри ядра и на его поверхности. И единственный способ сделать это — посадить на комету зонд. Розетта стартовала с Земли в 2004 году. В 2014 году она сблизится с кометой Чурюмова-Герасименко. Следуя за кометой к Солнцу, она отправит на ее поверхность мини-лабораторию. посадочный модуль пробурит ядро и возьмет образцы. Затем он их проанализирует. Мы не привезем образец в лабораторию на Земле. Мы отправляем лабораторию на комету, чтобы исследовать его там. Розетта будет большим шагом к тому, чтобы узнать, смогли ли кометы положить начало жизни на Земле миллиарды лет назад. Во время будущих полетов астрономы надеются еще глубже проникнуть под поверхность комет. Цель по-прежнему является расширить наше понимание их состава и происхождения, а также укрепить наши знания о том, как остановить одну из них. Но в следующий раз, когда сверкающая комета пролетит по небу, мы сможем посмотреть на нее в совершенно новом свете. Не просто как навестника смерти, а как на мощное средство эволюции жизни. Энергия удара прошла внутрь, отразилась и выбросила из-под поверхности все это вещество, которое в космосе попало под солнечные лучи. Таким образом, это отраженный солнечный свет от частиц, извлеченных из внутренней части кометы Темпеля-1. Комета шириной 6 километров и космический аппарат НАСА весом 370 килограммов столкнулись на скорости 37 тысяч километров в час. Мощность взрыва составила почти 5 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате зонд полностью превратился в пар и вверх поднялось гораздо больше пыли, чем кто-либо предполагал. Одна из причин большого количества пыли это то, что частицы были намного меньше, чем мы ожидали. Это очень рыхлое тело. Количество пыли дает ключ к разгадке состава кометы. Комета Темпеля-1, по крайней мере, на поверхности, содержит намного меньше льда, чем ожидали ученые. было исключено, чтобы там находились большие куски льда или камня. И это действительно помогло нам понять, как образуются кометы и как они распадаются. Мы впервые получили такие данные. В этом смысле это революционный результат. Анализ пыли показал наличие молекулы с содержанием углерода, органического вещества. Поэтому можно предположить, что кометы принесли это вещество на Землю на раннем этапе ее истории. Планируется повторный полет, чтобы взглянуть на комету еще раз. К 2010 году НАСА перенаправит аппарат Стардаст к комете Темпеля-1, чтобы найти созданный нами кратер и узнать, что произошло с поверхностью и остальными частями кометы, когда мы ее протаранили. При помощи Deep Impact ученые рассчитывали узнать еще кое-что. Информацию, которая может предотвратить столкновение кометы с Землей. Некоторые считали, что Deep Impact сможет немного изменить орбиту кометы Темпеля-1. Но она продолжила полет по точно такой же траектории, как и до этого. Второй целью полета Deep Impact было предложить план по предотвращению столкновения в случае необходимости. Смогли ли мы найти способ, который позволит сдвинуть комету с орбиты, пересекающейся с Землей? Мы узнали недостаточно. Несмотря на неубедительные результаты, многие все еще считают Deep Impact лучшим способом остановить опасную камень. В 1908 году мощный взрыв прогремел над Тунгусской в Сибири, отдаленном российском регионе. Очевидцы рассказывали о падающей звезде с огненным хвостом. Небо раскололось до Земли и оттуда пролился огонь ярче, чем Солнце. Был ли это астероид или комета? Но этот объект столкнулся с плотной атмосферой Земли на такой высокой скорости, что из-за трения взорвался в воздухе. Он разрушился в 8 километрах над поверхностью Земли. При этом произошел взрыв огромной силы. Он осветил атмосферу на многие дни. В Европе даже можно было читать ночью. Тунгусский взрыв, как мы называем его сейчас, был больше и мощнее, чем извержение вулкана Святой Елены. Он не оставил заметного кратера, но он повалил миллионы деревьев на площади в сотни квадратных километров, что превышает площадь Вашингтона, округ Колумбия. Если бы это произошло над крупным городом, то взрыв уничтожил бы население на тысячах квадратных километров вокруг места падения. Для астрономов Тунгуска была почти промахом, относительно небольшим ударом. Как выглядело бы действительно катастрофическое столкновение? В 1994 году ученые увидели наглядную демонстрацию, когда комета врезалась в Юпитер. Астрономы впервые заметили комету Шумейкера-Леви-9 за год с небольшим до этого. На пути из внешней солнечной системы к Солнцу до этого. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...